Ну и вот здесь, когда в суде у нас выясняется, что оказывается денежные средства, вот те самые, на содержание детского сада, который скидывался весь коллектив, и различные из членов данного коллектива приобретали ту или иную необходимость, готовили детский садик различным проверкам и так далее, на Волгу пишут заявление, а денежные средства, как выясняется, получали сами, приобретали что-то и так далее. То здесь мы работаем по законной схеме, тут же подаем сообщение о преступлении. Стрельникова не стало исключением. Ну и согласитесь, судебный процесс это очень интересно. Если потерпевший у нас впервые участвует, то прокурор Костенко, Антон Костенко, носит великолепный синий мундир. А как же он владеет правом? Ну и как мы помним, Антон Костенко настолько крут в судебном процессе, что даже он не давал слова сказать председательствующему поделу федеральному судье Ольге Мелкозеровой. То здесь вот это сообщение о преступлении, которое мы подали, он вдруг решил, что это ходатайство, возражает против него и так далее. Ну, уважаемый Антон Костенко, наши видеообучающие, и мы, пользуясь случаем, участием вас в нашем процессе, с нашим участием, разъясняем вам. Почитайте сводный приказ ФСБ, Генеральной прокуратуры, Службу судебных приставов и так далее о подаче сообщения о преступлении в рамках судебного заседания, где устное сообщение вносится в протокол, судья направляет выписку прокурору и прокурор уже по подследственности направляет в тот или иной орган, который уполномочен принимать решение в порядке статей 144-145 УПК РФ. А мнение сторон в данном случае не спрашивается, это сообщение о преступлении. Поэтому, Антон Костенко, очень надеемся, что данный урок вы выучили. Ну и когда вы начали задавать, ну, на наш взгляд, такие глупые вопросы, да как на наш взгляд, давайте прямо и скажем, глупые вопросы, позорить, прямо скажем, прокуратуру Российской Федерации, ну, если, конечно, ее можно опозорить, ну, вы, по крайней мере, в наше мнение, всячески стараетесь, то судья приняла, как обычно, единственное верное решение. Она сказала, что все правильно, все достаточно. Очень можно, наверное, пару вопросов в связи с сообщением. Кому? А вы вправе задавать мне вопросы? Как это уже, адвокатам? За чеки-то вопросами? Конечно, в связи с ходатайством, это же ходатайство. Это не ходатайство, а сообщение о преступлении, не путайте. Ходатайство, это ходатайство на рассмотрение суда. Да, он не требуется. Не берите пример с неграмотных судей Краснодарского края. Да, мне, чтобы направлять рапортом, а потом следственные органы для принятия решения, как у нас сказали, получат. В каждом случае мы должны выяснять, есть вообще ли какие-либо признаки вообще такого-либо преступления. Так вот, у меня будет вопрос такого характера, из вашего сообщения о преступлении. Какой состав усматриваете и какие противоправные действия можете раскрыть, чтобы дабы направлять рапорт и органы следствия понимали? У нас здесь есть масса, количество потерпевших, которые утверждают, что в Волково денежные средства у них похитило. Это еще нужно доказать, что они сдавали ей денежные средства. Не, именно по вашему сообщению. По моему сообщению, да. Я же продолжаю его. Есть лицо, которое говорит, что данные денежные средства, их часть, она получила от Волковой. Если Волково похитило действительно денежные средства у других потерпевших, вот есть соучастник, который эти же денежные средства от Волковой получал. Соучастник в комплексе. Вы вопросами не заблудились к защитнику? Нет? Ну, я думаю, достаточно.